Библиотека современности неимоверно отличается от библиотеки прошлого, ведь сейчас ее работникам для того, чтобы она имела популярность среди детей, нужно прикладывать много усилий. Жюль Верн, Александр Волков, Самуил Маршак и даже Джоан Роллинг с нашумевшими приключениями о юном волшебнике Гарри Поттере уже не всегда побеждают в борьбе за внимание ребенка с гаджетами и их яркими экранами, социальными сетями и играми. Работники Брестской детской библиотеки имени Пушкина делают много для привлечения детей в храм знаний. Это и литературные квесты, викторины, конкурсы, соревнования, здесь уже даже отмечаются дни рождения, но обязательно с ноткой интеллектуальных развлечений. В современной библиотеке не тихо и уж точно не скучно. Единого ответа на вопрос, зачем вообще читать книги, нет. Кто-то читает, чтобы расширить кругозор и открыть для себя новые и неизведанные, кто-то, чтобы развить воображение, а другие, чтобы прокачать речевые навыки и улучшить память. А вот истинные книголюбы делают это по воле сердца, а не потому, что надо. Такими являются и работники библиотеки. Именно они являются примером и проводниками детей в удивительный мир литературы. Я люблю читать, потому что в книгах хранится очень много полезной и интересной информации. Если мы возьмем читать какую-то информацию в интернете, там очень много ошибочных сведений. Любая книга, она проверена редколлегией, и поэтому очень интересно читать книги и узнавать много полезного и интересного. Мне нравится очень много замечательных авторов, которые очень хорошо пишут. Я люблю читать книги, ну, наверное, с детства. И не только я, но и мой круг знакомых и друзей тоже увлечены бумажной книгой, чтением, когда мы рассказываем друг другу что-то интересное и таким образом начинаем читать еще больше. С детства люблю очень читать, всю жизнь читала. Всегда у меня на полке, на тумбочке всегда лежали книги. И случилось так волей судьбы, что я, имея педагогическое образование, я закончила филфак, но я попала работать в библиотеку, чему безмерно рада. Я не представляю тех людей, которые не читают. Для меня это интересное времяпрепровождение, для меня это расслабление после трудового дня, для меня это погружение в мир, в приключенческий мир, в мир новинок. Просто для того, чтобы чувствовать себя образованным человеком, который идет в ногу со временем. В Брестской детской библиотеке есть постоянные маленькие читатели, и это радует. И за дне в день сюда, чтобы на несколько часов убежать от реальности, приходит юный Тимофей Сапко. Сейчас ему 14 лет, с 8 лет он постоянный гость библиотеки. Придя в книжную обитель, однажды он понял, что в мире очень много интересных и еще не прочитанных им книг. Так много приключенческих рассказов и особенно полюбившихся ему детективных расследований. С тех пор он читает каждый-каждый день. Я люблю книги, потому что там разные интересные сюжеты, и герои там делают всякие героические поступки. Они там, например, в детективах следят за преступниками. Книги помогают в образовании, также погружаются в другой мир, там очень интересно. Я люблю читать, и поэтому прихожу в библиотеку почти каждый день. Удивительно, что в наше современное время дети могут быть действительно заинтересованы бумажным изданием больше, чем смартфоном. Попав в чудесный плен печатного слова «однажды», с книгой большинство из них не расстанется никогда. Чтение становится серьезным увлечением длиною во всю жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!